Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в куларах Всемирного экономического форума в Давосе. Анджей Дуда отметил, что я заверил, это цитата президента Владимира Зеленского, что политика в отношении Украины будет стабильна, это будет политика поддержки все время. Итак, эту тему, а также некоторые другие аспекты мы сейчас детально обговорим с Дмитрием Левусем, политологом-международником, директором Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Дмитрий, приветствуем, как всегда, рады вас видеть. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Уже появилась информация, по словам Дуды, что через несколько дней в Киев может посетить новый премьер Польши Дональд Туск. Скажите, пожалуйста, в свете последних событий, в начале 2024 года, насколько могла быть важна встреча в Давосе лидера Украины и Польши? Вообще, я думаю, что это очень правильно со стороны Украины использовать любую площадку, которая есть. А Давос – это, наверное, из таких площадок, это, наверное, самое весомое. И поэтому, конечно, очень правильно, что было использовано и для выступления, и для неформального доведения украинской позиции на разных локациях, которые там только были. И, естественно, что сама по себе встреча с полиским президентом – это тоже очень важно в контексте как раз того, что мы все видели, что в конце прошлого года были вполне реальные, ощутимые, осязаемые проблемы, которые возникли где-то на экономической основе, где-то из-за внутриполитической повестки дня в Польше. И, естественно, что не стоило однозначно дожидаться каких-то формальных встреч, и поэтому, да, именно была использована вот эта возможность, и она была использована, как по мне, на 100%, и это была действительно очень важная встреча. Но означает ли это, что те проблемы, ощутимые проблемы, которые существовали в конце 2023 года, уже исчерпаны, остались в прошлом? Ну, я думаю, что на самом деле проблемы, конечно же, не исчерпаны по одной простой причине. То есть, если бы они решались на двустороннем уровне между Украиной и Польшей, и это было бы намного легче. Но мы видим, в чем суть этих проблем в том числе. В том числе, что это проблемы уже и уровня Европейского Союза. Потому что даже те требования, которые в конце концов сформулировали фермеры и перевозчики, перекрывавшие дорогу, они в абсолютном, в большей степени касались, ну, никак даже не двухсторонних отношений. Они касались и, собственно, там где-то и польского правительства, и изменений, которые должны бы были произойти в Европейском Союзе. Причем некоторые из них, эти требования выглядят, мягко говоря, странно. Почему? Потому что Украина все-таки уже заключила вполне конкретные договоренности с Европейским Союзом. У нас все это юридически обосновано. И то есть, менять под требования одной из групп какие-то правила игры и закон, естественно, никто не будет. Поэтому, вот, естественно, что проблемы еще были и будет. И я думаю, что и в этой связи, кстати, как раз сохранение контакта и использование любой возможности, что, в общем-то, сделали Зеленский и президент Польши Дуда, то, что это, в общем-то, это очень важно. Также президент Польши Джей Дуда высказался относительно вступления Украины в НАТО. Позволю себе господину Дуду процитировать. Итак, во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах странов-членов Альянса. Скажите, пожалуйста, вы согласны с такой формулировкой от польского президента? Ну, я лично, например, тоже всегда считал, это достаточно понятно, что в условиях войны, большой войны, которую ведет Украина, естественно, что вступление это, ну, выглядит такой, ну, нереалистично. Да, почему? Потому что, то есть, ну, это когда, кстати, вот не так давно появлялись такие рассуждения, которые, кстати, на официальном уровне никогда нигде не звучали, что вот, возможно, Украину можно принять без тех территорий, которые оккупированы, то есть, вот распространить формат НАТО, юрисдикцию его на те территории, которые не свободны, то без оккупированных, временно оккупированных территорий, то, естественно, что, ну, это маловероятно, потому что на это не пойдет, ну, не пойдут, пойдут, мягко говоря, не все члены Альянса. Вот, и, естественно, что в этой связи заявление, ну, оно является честным и правильным, при этом, ну, это свидетельство поддержки Украины. Почему? Потому что ничего невозможного в приглашении Украины в условиях большой войны нету, да, то есть это, в принципе, и Украина рассчитывала, например, ну, возможность приглашения в условиях Вильнюсского саммита, этого не произошло, но, хотя, конечно, все равно перелом был достаточно большой, тут можно вспомнить и то, что нет теперь membership action plan, вместо него годовая национальная программа, что возрос статус с комиссии НАТО до Совета Украина-НАТО, и, в конце концов, было заявление большой семерки, декларация о гарантиях безопасности и необходимости системы договоров, которые, в общем-то, тоже начали приниматься, вот сейчас это беспрецедентный договор с Великой Британией, сейчас готовится договор с Канадой, поэтому, да, я думаю, что это вообще свидетельство поддержки украинской позиции, то, о чем говорил президент Украины, о том, что Украина рассчитывает, вот во время визитов в страны Балтии, которые были, о том, что Украина рассчитывает на эту поддержку и то, что на саммите в Вашингтоне будет сформулировано конкретное предложение Украине, поэтому, да, я думаю, что это вот часть как раз этого, то есть Дуда сформулировал приблизительно вот эту поддержку таким образом. Да, если Украина или когда Украина получит приглашение от Североатлантического альянса, вступление от этого момента до момента непосредственно вступления, по Вашей оценке, сколько времени может пройти? Ну, сложно, конечно, говорить, почему, потому что вряд ли как-то можно сейчас предсказывать, сколько будет продолжаться война и, наверное, такие футуристические эти прогнозы... Да, Дмитрий, но главный ориентир это именно война, то есть завершение войны. Мы отталкиваемся от того, что сразу после завершения войны Украина может рассчитывать на полноправное членство в НАТО? Я думаю, что да, все гораздо, конечно, все зависит от войны, да, то есть и я не думаю, что этот процесс будет сильно долгим, да, там, там, больше, там, нескольких лет, да, то есть это однозначно, по одной простой причине, что, ну, Украина и так по стандартам НАТО, мы проходим этот путь в условиях войны и, более того, ну, украинские силы обороны Украины это те силы, которые, наверное, ну, в которых НАТО, в общем-то, заинтересовано в любом случае. Вряд ли у кого-то сейчас в Европе, но мы можем говорить о том, что кто-то, какая-то страна, ну, настолько боеготовая, к сожалению, да, с таким опытом войны современной. Да, это действительно так. И вот, смотрите, мы начали с вами беседовать сегодня относительно встречи Владимира Зеленского с господином Дудой в Давосе. И сейчас хочется немножко развить вопрос украинопольских отношений, возможный потенциальный визит Дональда Туска в Украину, насколько он уже может быть важен и насколько он может быть знаковым. Ведь, согласитесь, этой встречи ждали многие. Мы ждем официального подтверждения, но, тем не менее, если эта встреча состоится уже сейчас, можно ли говорить, что это, ну, некий будет выход на новый уровень украинопольских отношений? Ну, да, если вспомнить, в принципе, динамику украинопольских отношений, то, в принципе, как будто ничего нового, да, тем более, что и после начала большой войны мы видим, да, у нас эта динамика действительно очень активна и постоянные визиты. Но именно вот в контексте того, что произошла смена определенной власти в Польше на уровне парламента, да, то есть тут мы можем тоже говорить об этом, о том, что, в общем-то, те проблемы, о которых мы говорили в самом начале, они тоже никуда не делись, и они, кстати, очень сильно завязаны на экономику, то, да, конечно, это вот в нынешнем контексте это прорыв. И, ну, скажем так, понятно, что, естественно, все будет, много чего будет зависеть от конкретных решений, но объективно это то, что сейчас однозначно нужно, да. А с кем, как вы считаете, в ближайшее время мы можем рассчитывать на подписание договоренностей, которые непосредственно или отдаленно будут напоминать те договоренности, которые заключены с Великобританией, а не гарантиях безопасности, а, скорее, сотрудничестве в сфере безопасности, которое будет происходить до вступления Украины в НАТО? Ну, да, и, кстати, тоже вот этот момент, о котором много обращают внимание, что иногда, кстати, говорят, что это чуть ли не второй Будапештский меморандум, хотя на самом деле, конечно, это неправда, просто надо взять, посмотреть на Будапештский меморандум, да, на договор между Украиной и Великобританией о сотрудничестве в сфере безопасности, да, где есть конкретика, где, кстати, такие прорисованы контуры будущего, да, тоже почему, потом, опять же, где однозначно поддерживается Украина в том плане, что должен быть справедливый мир, и вопрос территориальной целостности, суверенитета вообще не поднимается, не должен подниматься никоим образом, то есть Украина есть территориальная целостность и суверенитет. Это будет конкретные направления работы по оборонно-промышленному комплексу, да, по другим вещам, и справедливость, да, то есть наказание России за ее агрессию и то, что это будет международный криминальный суд в сотрудничестве с офисом генерального прокурора, да, то есть это более чем, ну, тоже более чем конкретно прописано. Ну, естественно, что в этих, на этом фоне это поставлена, в общем, большая, высокая планка, и, наверное, ну, другим странам тяжело будет просто продекларировать что-то или сделать просто такой, ну, скажем так, договор вроде меморандума, да, то есть это теперь, на этом фоне это будет сложно. Ну, однозначно, конечно же, это речь идет о странах Большой Семерки. Почему? Потому что, по сути, все началось с их декларации, и, видимо, это и правильно, что такие, этот договор должен, должны подписывать первыми страны Семерки, потому что, опять же, мы уже видим к этому тенденцию. Первый визит министра иностранных дел Франции, который состоялся, он состоялся в Украину. В начале года, в самом начале года, визит министра иностранных дел Японии, который состоялся, то есть вот это то, что указывает на то, что это будут страны Семерки, и я думаю, что это будут страны Балтии, и, возможно, что Норвегия со Швецией, да, то есть, ну и, естественно, вот сейчас, несмотря на то, что, опять же, мы видим, какая вот динамика теперь уже появилась в отношениях с Польшей, я думаю, что можно говорить и о Польше тоже. И, кстати, есть один очень показательный момент в договоре с Великобританией, о том, что Британия стремится к тому, чтобы Украина имела такую обороноспособность, чтобы помочь Великобритании в будущем. Я думаю, что вот этот момент, он интересен в плане для стран нашего региона тоже. И, кстати, это тоже говорит о том, что Украина не только получает безопасность, а в перспективе она донор безопасности, это однозначно. Да, это действительно так. Спасибо вам большое за экспертный анализ. Было, как всегда, приятно пообщаться. Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан», присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.